Чем отличается украинский плен от российского? Наглядно. Украинский военный, побывавший в плену в РФ, посетил пленных расистов, которые содержатся в Украине. Он рассказывает им о пытках, издевательствах и голоде, которые ему довелось пережить. А ногти можете показать, Наталья? Да, конечно. Я вам покажу, какой я вышел. Но фашист я. У меня 17 операций. Мне сломали нос, вырвали два зуба, сломали челюсть, сломали правую ключицу в двух местах, левую, оторвались мышцы и отключились с бицепса, потом пересаживали тибиску, посадили нанкера, сломали правую лопатку, шею. Покажи, покажи вот эти вот, пусть все посмотрят. Чего? Позвоночник в трех местах, копчик, перед день обмена, сунули нож в ногу. Но фашисты я. А я никакой там не пытал меня. Я просто проснулся в 5 утра от того, что начались взрывы в моем городе приграничном, Черниг. Потому что ваши войска пошли со стороны Белоруссии. Были там и Самарские, в том числе, когда меня взяли в плен. И когда нас били и пытали, вот я вам покажу ноги мои, чтобы вы просто понимали. Вот зубы вырваны. Это мне уже делали операции. 5 операций только на челюсти. Смотрите, ноги мои. Это не осколки. Подойдите ближе, я никого не... Вот, где вы меня могли видеть. Вы говорите, я вам лицо не знал. Потому что я давал. Нет, нет, нет. Самарские пленные, которых Россия не хочет забирать и которые сидят в тепле и нажирают морды, аж загрустили. Но фашисты и нацисты все равно в Украине. Смотрите, не перепутайте. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живет. Новая газета Европа утверждает, что вот уже 5 лет, как Рамзану Кадырову, поставлен диагноз некроз поджелудочной железы. Диагноз этот тяжелый и сопровождается сильными болями, вытолять которые приходится транквилизаторами. Из-за передозировки этого лекарства, по данным издания, Кадыров угодил в центральную клиническую больницу в сентябре прошлого года. Одновременно с этим пиарщики Кадырова развернули целую кампанию по отвлечению общественного внимания от проблем со здоровьем главы Чечни. Частью их стратегии было, например, избиение Никиты Журавеля в СИЗО. Ужасное видео, которое распространили после этого, и череда награждений Адама Кадырова, это все часть большого пиар-хода. Я даже не знаю, что хуже. Избить человека ради самоутверждения или ради спокойствия дорогого папочки. Как бы то ни было, оба этих варианта просто ужасны. К другим новостям. Минздрав опубликовал печальную статистику. Каждый четвертый участник войны или родственник погибшего на так называемый СВО нуждается в психологической помощи. В этом же отчете говорится о том, что помощь эту людям стараются оказывать, открывают пункты и специальные кабинеты. Жаль, конечно, что там не говорится, что главная причина – война. И улучшить статистику можно простым решением – прекратить ее. И в продолжение разговора про медицину. 75 видеообращений к Путину записали медработники по всей стране. Вот пример одного из таких видео. Этим постановлением работникам скорой медицинской помощи была установлена прежняя выплата. Врачам – 11 500 рублей, фельдшерам – 7 000 рублей. В то время как выплаты остальным медицинским работникам превышают наши выплаты в 4 раза. Дело в том, что в марте Путин повысил надбавки медикам. Добавил что-то в районе 10 000 рублей. Но не всем. Водители скорых, к примеру, остались без надбавок. Теперь в попытке добиться хоть каких-то выплат сотрудники скорой пачками записывают в видеообращение. Мне, конечно, хочется надеяться, что Путин в Кремле их услышит. Потому что все эти люди каждый день выполняют очень нелегкую работу и платят им за это очень мало. Но при этом я знаю, что проблемы таких вот россиян в списке приоритетов у Путина далеко не на первом месте. В приоритете уже вот больше двух лет война. И на этом он не жалеет ни денег, ни человеческих жизней. В приграничных регионах из-за опасности обстрелов выпускникам школы разрешили не сдавать ЕГЭ. Речь про Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Вместо экзамена школьники должны будут пройти аттестацию. А для поступления в ВУЗы предлагается сдать ЕГЭ на безопасной территории. Хотя едва ли в России сейчас можно найти такое место. Беспилотники давно летают на тысячи километров от границы. В Курганской области сейчас тоже небезопасно. Из-за паводков и их последствий. В 100 километрах от Кургана затопило месторождение Добровольное, где добывают уран. Под водой оказалась одна из старых скважин, и теперь радиоактивные отходы могут попасть в реку Табол. Если зараженная вода попадет в употребление, для организма наступают тяжелые последствия – внутреннее облучение. Экологи опасаются, что болезни среди населения из-за токсичной воды просто неизбежны. В Башкирии местный бизнесмен вместе с сыновьями избил компанию подростков. Это произошло в селе Иглино. Девушка, которая была в компании, смогла снять часть драки на видео. А потом рассказала, что и как произошло. Нас подрезал автомобиль. По просьбе водителя Рауфа Габдулина и его сыновья начали драку. В результате драки ее парень попал в больницу с тяжелыми травмами головы. Еще несколько человек тоже были избиты. Нападавшие также посадили ребят в машину и угрожали убить. И это не просто случай бытового криминала. Рауф Габдулин – крупный местный предприниматель, связанный с главой района Гюзель Насыровой. В прошлом летом она даже писала пост, что Рауф и его сыновья – гордость Иглинского района и пример для всех. Теперь, конечно, главный вопрос – будет ли возбуждено дело и будет ли нормальное расследование. Или связанный с властью бандит и его семья уйдут от ответственности. Российские чиновники продолжают борьбу с русской культурой. На этот раз под запрет попал новый роман Владимира Сорокина «Наследие». Роман вышел в конце прошлого года и вскоре на него был написан донос. Якобы в романе содержится пропаганда ЛГБТ. От продажи книги уже отказались «Озон», «Лабиринт» и «Вайлдберрис». А издательство АСТ опубликовало открытое письмо для всех потенциальных площадок о необходимости прекратить продажу книг. Очевидно, за этими решениями стоит не позиция издательства и не решение отдельных магазинов. Позиция властей. Государство вовсю использует цензуру и спекуляции на так называемых традиционных ценностях в своей политике. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путем.